Всем моим зрителям огромный привет! И сегодня долгожданный обзор новой одежды. Для тех, кто не знает, напомню, что большинство из этих вещей мне присылают китайские интернет-магазины на обзор. Но я имею возможность, воспользовавшись тем, что большинство из них совершенно не понимает по-русски, рассказывать об этих вещах всю правду. Эта наша славная традиция длится уже не один месяц. И, как видите, присылаемых вещей меньше не становится. Это я поясняю, предупреждаю вопросы на тему, как же ты так умудряешься продолжать получать вещи на обзор и при этом говорить про них гадости. Еще отмечу, что я выбираю вещи с искренним желанием их носить. То есть стараюсь как можно более подходящую потенциальную мне вещь найти. Но, как правило, большинство вещей, когда их получаешь, сильно отличаются от того, что было представлено в интернет-магазине на фотографии. Пример первой одежды – это вот эта кофточка, которая сейчас надета на мне. В принципе, она могла бы быть носильбельной, но, во-первых, она из кошмарно-прозрачной ткани. Я сейчас даже не поленюсь и приставлю, но здесь у меня реально виден лифчик, поэтому, кроме как в ней делать видосы, когда у меня вот эта линия груди вся находится ниже обзора, больше ее никуда не наденешь. Плюс тут есть еще такие совершенно не экстравагантные дырочки, которые просто позволяют досмотреть все, что не позволило досмотреть прозрачная ткань. Дальше перейду к хардкору, а именно к нижнему белью. Здесь его совсем немного, оно новое и ограничивается только верхом комплекта. Собственно, я на китайском сайте уже давно приметила вот такие бюстики, которые напоминают практически бюстие. То есть у них под чашками еще есть где-то сантиметра три, наверное, ткани довольно плотной. За счет этого очень хорошо все фиксируется. Собственно, обычно на китайских сайтах найти более-менее вменяемый размер просто какая-то непозволительная роскошь. Но вот я нашла сайт, где есть аналог наших 80С. Более того, даже на размер 80-85 подойдет вот этот бюстик. У меня до этого был размер 36, и он был чуть-чуть маловат. Он, ну вот даже в обхвате под грудью, он из меня делал такую перевязанную веревочкой сардельку, потому что у меня делилось на невообразимое количество частей спина. И в принципе, если мне закрыть голову, то было непонятно, какой стороной я повернулась. Потому что что передом я стою, есть бугры, что задом я стою, тоже есть бугры в том же месте. Вот этот бюстик, в принципе, эту проблему решает. Здесь больше обхват под грудью, но здесь такое ощущение, что толще поролон. Как-то его больше, и он реально увеличивает грудь. То есть предыдущий 36-й такого не делал. Но в целом качество очень мне нравится. За там сколько они стоили, бакса 4, по-моему, это просто офигенные бюстики. Я себе заказала все цвета, также вот такой черный. Мне очень нравится, как смотрится. Даже вот форма, просто вот она грудь собирает в одну кучку. Знаете, не так, что у вас такие шары для боулинга или там для бильярда. Ну, смотря, как природа распорядилась. И вам даже не нужен килл для того, чтобы они хорошенечко ходили туда-сюда. Они делают это сами собой. Вот эти бюстики, они хорошо их кучкуют. Собственно, из одежды дальше пойдет такой китайско-деревенский трэш. Платье, которое, как всегда, офигенно смотрелось на сайте, но в жизни представляет из себя какую-то печальную колхозно-деревенскую картину. Всему виной, во-первых, очень дешевая ткань, махровая синтетика, такая искрящаяся, вот ее даже трогать не очень приятно. И плюс еще добавлен, не знаю, люрекс или что-то, какая-то золотая нить, которая в сочетании вот с этим вот полистером выглядит просто жестко. Сережа заказала парочку ремней, которые позиционируются частенько у китайцев как ремни из натуральной кожи. На самом деле, они поступают очень хитро. Изнутри имитируют замшу, такая вот чуть-чуть волосатенькая ткань. И снаружи прям вот наклеивают какую-то пленку, на которой даже есть рисунок типа натуральной кожи. Но все выдает неаккуратность работы, в частности, вот эта пряжка. По ней видно, что она наклеена, причем наклеена так достаточно криво. Если хорошо присмотреться, видно, что там чуть ли не капли клея, знаете, торчат, не говоря уж о том, что она кривая. Но, собственно, вся вот эта вот часть по длине сделана точно так же. И вот эти ремни выдерживают в носке, ну, неделю максимум. Следующий экземпляр точно такой же шел даже в коробочке. Сам ремешок шел в упаковке. Вот спрашиваются, зачем так заморачиваться, если все эти приблуды стоят дороже, чем само изделие. Даже не буду его распаковывать. Здесь точно такая же история. Единственное, что пряжка сделана, ну, так, более брутально, и на нее ничего не наклеено. Это обычная классическая такая железяка. И сам ремешок шоколадного оттенка. Также я заказала лосинки для того, чтобы ходить в них дома. Черные мне противопоказаны, потому что у меня коты. И на черных контрастно очень сильно видна шерсть. Собственно, серый вариант, с одной стороны, идеальный, с другой стороны, дает такой эффект серой домашней мыши. Поэтому я стараюсь всегда выбрать яркий верх. Когда они мне пришли, я думаю, ну, на кого это? Ну, люди. Ну, я понимаю, что есть китайцы худые, есть там, не знаю, отдельные люди, которые страдают анорексией. Но нельзя же под них сшить все вещи. В общем, здесь такая крахотулечная талия, причем у них один размер написан. Вот. Но каково было мое удивление, когда я в них влезла. Я не знаю, то ли средиземноморская диета так на меня подействовала, но они реально нормально растягиваются. И на 44 размер даже пришлись в пору. Единственное, что вы в них не влезете, как будто предварительно намазанное мылом. То есть придется аккуратненько так их на себя напяливать, как не скажу что, но не скажу что. Жесть какая-то. И из минусов они малость коротковаты. То есть все-таки вот эти вот китайские лекала дают о себе знать. Это, наверное, на рост, не знаю, метр пятьдесят пять, потому что сантиметров 10-15. Щиколотки просто голые. Следующая футболка меня покорила классным принтом. Здесь два слона. Я вообще боюсь слонов. Один раз в жизни их видела. Но они мне, знаете, кажутся какими-то мудрыми животными. Плюс вот этот принт, он не страдает какой-то вульгарной китайщиной. То есть нет такого ощущения, что вот он сейчас растрескается. Более того, впечатление, что это именно ткань покрашена, а не вот принт какой-то налепленный. Единственное, но эта майка абсолютно квадратная. То есть она в ширину даже длиннее реально, чем в длину. То есть ее надо носить вот так. Вот здесь вот горловина. Я не знаю, на какой тип фигуры рассчитана она, учитывая, что обычно люди ходят все-таки вертикально, а не горизонтально. Юбка-шорты, которые произвели просто фурор в инстаграм. Ну, как фурор. Они понравились, наверное, трем процентам людей, но все-таки нашлись те, которые их оценили. Мне они тоже жутко нравятся. Это реально классическая юбка-шорты. У них есть вот такие вот бомбезные уши. То есть сама штанина достаточно широкая. Когда вы идете, ощущение, что у вас, не знаю, хомячие запасы только не в щеках, а в попце. С другой стороны, благодаря тому, что они короткие, но не радикально короткие, если у вас более-менее стройные ноги, то в принципе они, как бы проясняя ситуацию с фигурой, нет ощущения, что вы какая-то неподъемная, необъятная женщина. Это, честно говоря, в моем гардеробе первые джинсовые шорты с подросткового возраста, потому что обычно те, которые представлены, они кошмарно короткие. То есть ощущение, что это такие недо-трусы, чисто замаскированные под шорты. Вот эти шортики, они достаточно длинные и реально выглядят, как вполне приличная юбка, только без риска галить ваши трусы, если вы вдруг нагнетесь. Также рубашечка, которая мне безумно понравилась, она была представлена в двух цветах, черный и белый. Я выбрала черный, потому что здесь вот этот принт, он максимально контрастный. Видите, девушка с бабочками, с какими-то животными, фруктами. Очень мне понравилась. Не знаю, я ее тоже ношу с этими же шортиками. Мне кажется, она подойдет под все, хотя она из синтетического материала, но я практически даже в ней не запарилась, потому что она очень тонкая. Дальше два комплекта пижамки. Первый такой осенний вариант, длинные штанишки и майка с длинным рукавом. Было заявлено, что это натуральный хлопок. По факту здесь хлопок с небольшой примесью синтетики. Размер у меня XL, но подходит он, в принципе, на 44 размере. Я думаю, максимум подойдет на 46, и то, скорее всего, впритык. В принципе, меня качество устроило. Единственное, хотелось бы, конечно, больше содержания хлопка, потому что у меня ногти автоматически определяют, если синтетика, потому что мне дико противно трогать ногтями синтетику. Вот прям у меня аж мурашки. И вот здесь вот есть такое немного неприятное чувство. Плюс опыт показал, что если хлопок с примесью синтетики, то он очень быстро начинает покрываться катышками. И в итоге выглядит это дико стрёмно, буквально после пары стир. Второй комплект такой весенний розовый. Честно говоря, смотрю на него, вообще понятия не имею, как с ним можно ходить, будучи, не знаю, в отношениях. Мне кажется, он какие-то, знаете, инстинкты первобытные. Просто убьёт сразу, потому что отличить девушку в таком наряде от какой-то, не знаю, инфантильной девчонки в подростковом периоде просто невозможно. Тут ещё каких-то два, не знаю, телепузика карапузных, видите, с счастливыми лицами держатся за руки. Ну, это, конечно, что-то с чем-то. Но, думаю, знаете, иногда в каких-нибудь ролевых играх сделать себе там две косички, взять большой чупа-чупс и в таком наряде расхаживать по дому прокатить. Также взяла себе лосины чёрного цвета, потому что иногда у меня какой-то дикий соблазн носить лосины с туникой. Вообще, не знаю, в магазин выйти, ещё куда-то, потому что периодически приходят платья, которые отдельно от леггинсов носить просто невозможно. Они не прикрывают там, не знаю, толком даже попец. Ну, вот, едва-едва. Но в то же время, если носить их с леггинсами, то могло бы быть неплохо. В общем, я в качестве эксперимента просто себе их взяла. Это вот трикотажные леггинсы, не синтетические. Видите, они такого какого-то уже вменяемого, добаворимого размера на какую-то женщину, обладающую, не знаю, лишним жиром. Всё, что так свойственно большинству россиянок. Ну, во всяком случае, мне уж точно. Чёрное платье с гипюровым верхом. У меня уже есть подобное. И, в принципе, оно пользуется у меня успехом. Единственное, что, когда я его надеваю, то у меня чёткое ощущение, что случится какой-то жуткий траур. И я вот такая, знаете, элегантно-траурная, куда-то иду на совершенно нерадостную процессию. Рукава, что нравится мне, не сетка-колготка, когда просто, знаете, вот ощущение, что резинка для волос такая огромная, её там вокруг луба обмотать, и вы готовы. А вот здесь, ну, практически такой вариант, как будто бы вязанный крючком. Единственное, конечно, что он очень-очень тоненький. И внутри есть такое подобие маечки сквозь прозрачные вот эти вот кружева, которая закрывает, ну, бельё там, грудь и всё такое. И, начиная уже от пояса, здесь обычная непрозрачная ткань и юбка-карандаш. Платье, которое меня просто покорило своей правотилоречивостью и бестолковостью. Это летнее платье яркого, классного оттенка, меняемой длины по колену. Ну, ладно, не по колену, но где-то до середины бедра. Но с просто ужасно непонимаемой мной толстой синтетической тканью. То есть, эта ткань настолько толстая, мне кажется, если её растянуть, можно прыгать, как на батуте. Она реально вот половина матраса по толщине. Она очень жаркая. Мало того, что, ну, это даже приблизительно, да, не хлопок. Здесь ещё вот такая синтетическая подкладка. То есть, наша температура, я уже представляю, так как вот эта вся красота, вы поднимаете руку, у вас вот такие мокрые подмыхи. Вот такое здоровое, мокрое пятно на спине. Потому что иначе в российскую жару носить вещь из подобного толстого материала совершенно нереально. Единственное, конечно, если её попробовать носить осенью, ну, тогда вопрос, что делать с такими короткими рукавами. Либо под жакет какой-то. Ну, вообще, я планировала носить летом. Летом это сделать нереально. Джинсовая рубашка. У меня не было джинсовых рубашек в гардеробе. Вот решила, что надо что-то менять, чего-то начинать. Ещё не придумала, с чем её носить. Но по качеству она, кстати, очень даже классная. Вообще джинсы, большинство джинсов, джинсовые вещи у китайцев, ну, из такой вот приличной ткани приходят. Они не слишком тонкие, не вот такие вот накрахмали, на жёстко синтетические, а вот вполне мягкая вещь, как из обычного, ну, такого сетевого магазина. Здесь два кармашка спереди и сзади такая вот асимметричная строчка идёт. Если у вас есть советы, с чем можно носить джинсовые рубашки, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok